На Житомирске есть вода. На втором этаже нет воды. Нет, про первый этаж, на втором этаж вообще нет. А я моюсь на втором только. Отсутствие воды на втором этаже теперь многим кажется мелочью. Это видео собрание в поселке. В центре представители администрации. Вокруг жители Сибирской долины, которые несколько лет добивались бесперебойной подачи воды у себя в поселке. Добились лишь тогда, когда в знак протеста перекрыли Зминогорский тракт. Качество, конечно, ее оставляет желать лучшего. На сегодняшний день у нас фильтры стоят чистые в доме, поэтому она безжит. А так она, конечно, в выходные безжала очень грязная, желтая, в пищу ее употреблять нельзя. Неделю постоит и цветет, возмущаются жители. Жидкость подходит лишь для стирки и для поливки. А ценник на нее в квитанции, как на питьевую воду, около тысячи в месяц. Это по счетчику, у кого его нет, цена в два раза выше. По договору у нас питьевая вода. Очень завышены различные показатели. У меня есть личная экспертиза, которую брали в моем доме. Наверное, в 17-м году или в 18-м, где превышает в разы все допустимые показатели, например, железа и мутности. Такие деньги берет ресурсоснабжающая организация ВОДСНАПА. Она же, к слову, каждое лето и устраивает качели. Вода то появляется, то пропадает. Люди просят администрацию города забрать бесхозные сети из частных рук. На прошлой неделе в мэрии прошло собрание, где жителям долины дали понять, что это процесс небыстрый. Земля под нашими сетями находится в частной собственности. И она принадлежит тому же частному лицу. Это у нас Гуров Виталий Витальевич и ООО «Сибирская долина». Они же обслуживанием занимаются. И для того, чтобы эти земли каким-то образом забрать, а их забрать очень непросто. Поэтому, когда сети будут оформлены, тогда земля с сетями может отойти в городскую администрацию. Гуров, в свою очередь, заявил, что попытается опередить муниципалитет и оформить сети на себя, рассказывают жители. Они категорически против и просят власть скорее отменить в их поселке крепостное право. Кстати, завтра очередное собрание с представителями мэрии. Теперь их решено проводить каждую неделю. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.